здравствуйте на библейском портале евзагет мы продолжаем беседы о книгах царств сегодня продолжим чтение третьей книги царств начиная с 15 главы напомню что предыдущих главах мы читали о начале царствования потомков соломона после соломона в иудее то есть в южном царстве воцарился ровом сын его израилем то есть северной части большей части народа управлял мятежный раб соломона и ровом который установил жертвенники идолом который нарушил закон божий очень жестко и за это был в конечном счете наказан тем что не будет у него потомство и сын его умер между тем в узее ровом человек гордый и неверный богу не не имеющие в себе любви к богу она ведь не может быть просто так сказать назначена она если есть то действует крепко а если нет человек становится жертвой своих страстей или внешних обстоятельств так и было с ровом так вот после ровом а в узее воссталился и сын его ави который был столь же нечестив как рва а сын ави аса стал после него и царствовал во идее 41 год и был благочестив об асе сказано так он изгнал блудников из земли и отверг всех едов которых сделали отцы его и даже мать свою а ну лишил звание царицы за то что она сделала истукан астарты и изрубил аса истукан ее и сжег у потока кедрон ну что сказать об этом да когда говорится о блудниках то имеется ввиду конечно те кто изменяли богу поклонялись идолам близость верность богу в писании сравнивается уподобляется прямую с верностью супружеской и это не однажды в писании помните когда мы говорили о пророке оси как выразительно вся его жизнь была вот таким выражением преданности богу верности как верен муж своей жене так вот изгнал блудников этих идолослужителей среди канадская среди идолопоклонников могли быть и могли совершаться и вот эти храмовые блудодеяния как мод наверно знаете он раз изрубил и сжег статую астарты которые поклонялась его мать она это рассказать очень сильное действие вспомним как тот руку пришла на ум как летопись наша русская пишет о плаче и сокрушенных рыданиях и страхи которые пережили славяне на истоки реки волков из ильминезера на котором стоял истукан перу на которые по приказанию князя владимир был свергнут этот а он по и поплыл по реке а за ним бежали и его провожали как живого как живого царя к покровителя как отца родного и астарта на сказать это было божество исключительно сильно для восточных народов богиня плодородие и силы и если на глазах поклоняющихся ей людей свергается видов это действие сильнейшие очень так сказать значимое и так ассо служил господу богу израилеву разрушил идолов но войне с вас сам царем северного царства и с израилем призвал союзники сирийского царя венадада вот этого не следовало делать поздние великие пророки укоряли иудейских царей за такие союзы чужим народом против своего братского народа израиля северном же царстве в израиле продолжались дворцовые перевороты и убийство и разделение в народе сказано так что в тридцать первый год царствования над иудеи асы значит внук равама правнук соломона в израиле воцарился амбри при нем был заложен город самария потом самария становится символом вот этого израильского северного царства 16 главе такой текст и купил амбри гору семерон у семира за два таланта серебра и застроил гору и назвал построенный им город самарию по имени семира владельца горы и делал амбри неугодный перед очами господа и поступал хуже всех бывших перед ним такими же словами хранит рисует писание и сына этого амбрия ахава ахав сын амбриев воцарился над израилем в тридцать восьмой год асы царя иудейского то есть обыкновенно вот в этих книгах царств царствования царя южного соотносится с тем или иным годом царствования царя северного и наоборот царствование северного израильского царя соотносится с временем царствования иудейского южного царя и так ахав воцарился над израилем тридцать восьмой год асы царя иудейского и царствовал ахав над израилем и в самарии 22 года мало было для него впадать в грехи иероваама то есть того еще евро иероваама который как мятежный раб завладел северным царством он взял себе в жену и изавель дочь фла ла царя седонского и стал служить валу и поклоняться ему и погубил душу свою но вал также как женское божество астарта был чрезвычайно почитаемым очень так сказать могущественным божеством в сирии и во всех областях народах этого этой территории в его дни ахилл вишлиядин построил иерихон построил иерихон а ведь иерихон был разрушен еще в походах иисуса сына на вида а вот этот ахилл вишлиянин построил иерихон на и построил он его на первенце своем аверами на перец и своим аверами он положил основание его и на младшем сыне сегубе построил ворота его по слову господа который он извлек через иисуса сына на вина страшное жертвоприношение строительство этого города для того кто его строит и собирается в нем управлять означает такую вековечное утверждение власти этого человека его силы она это власть и сила требует жертвы жертвы серьезные и не однажды древних текстах не только белийских говорится о жертве своего своим первенцам своим сыном или дочерью для утверждения своей цели как или айти говорится о жертвоприношении эфигении и отцом царем агамемном так здесь говорится о том как этот ахилл принес жертву старшего сына аверама чтобы на его костях начать город а ворота ворота города особенно важные символическое сооружение у ворот сидят авторитеты города были построены на принесенном жертву трупе младшего сына сегува и об этом предрекал иисус новин еще как тогда когда разрушил иерихон книги иисуса новина 6 главе говорится так проклят перед господом тот кто поставит и построит город сей иерихон на первенце своем он положит основание его и на младшем сыне своем поставить ворота его иерихон был разрушен иисусом сыном новином когда народ божий обладевал землей предназначенный и всему народу господом и прежние то есть языческие царства с их одлослужением не должны были возродиться в принципы не нужны территория расчищалась не просто для того чтобы тут жил новый народ земля обновлялась для того чтобы с нее смыто было сметено идолопоклонство ведь идолопоклонство это в конечном счете поклонение сатане поклонение противнику истинного бога возвращение к тому даже него не просто возвращение к тому греху которым изменили в богу адам и его а куда более усиленной те просто так сказать обманулись могли бы ссылаться на свою наивность однако нет были наказаны здесь же нарочитое прямой отказ от поклонения богу истинному должно было быть уничтожено до чисто но как оказывается все-таки борьба с влагом рода человеческого длится долго и по сей упору длится он не повержен и это более всего выражено выдало поклонство и вот в частности в восстановлении тогда эрихона для разумления народа божьего вот при этом царе охаве и жене его и завели бог посылает пророка своего илью о котором правильные учителя израиля помнили во всех поколениях и в духе которого явился последний пророк ветхого завета и первый пророк нового завета и притечи креститель господа нашего иисуса христа пророк илья особенно вспоминается новозаветном писании в евангелии о нем читаются отрывки из 3 4 книг царств во время вечернего богослужения на большие праздники в церкви эти отрывки называется паримии и надо обратиться вот к этим отрывкам из третьей четвертой книги царств чтобы так сказать описать теяния пророка или вслед за ильей пророком который наследовал его призвание был елисей эти пророки ранние пророки ранние такой вот эпохи израильской истории 8 века до нашей эры они отличаются по своим по своим учению так скажем по своим действиям по этому пафосу в котором они действуют от пророков которые следуют за ними такими как исайя например или оси или другие и великие и малые пророки отличается прежде всего жестким непоколебимым духом противление лужи собственно любой пророк в этом духе действует но это дух противление идолослужению он выражается очень такими жесткими действиями наказания разрушения всякого идолопоклонства сопротивление нечестивому царю как особенности этого видим в личности пророка или стоит вспомнить об илье еще вот что очень важное для христиан именно пророк или я и пророк моисей беседует с иисусом во время преображения господа иисуса христа на горе фавор когда открывается небо в сияние перед ними перед апостолами стоит иисус и это толщество истинного царства божьего им видится апостолом как соединение моисея и ильи рядом со спасителем о чем беседует о чем может беседовать моисей и илья с господом иисусом сказано о его подвиги которые совершают христос а его победе окончательной победе над сатаной которая совершается распятием умерчлением смерти и воскресением спасителя и об именно об этой победе над духом зла врагом рода человеческого и врагом боже собственно говорили пророки самые первые начиная с моисея именно ради победа над обманщиком как переводится слово дьявол или там противником как сатана переводится над этим духом и лжи должна была совершиться окончательная победа через подвиг народу божьего подвиг этот совершается в конечном счете малым числом святого остатка вот путь этого святого остатка от первоначальный такой как бы как в колыбели жизни под покровительством и управлением судей царя давида пророков и верно богу вождей конечном счете этот путь становится путем все более трудным для людей потому что требует все более крепкой верности и покорности богу вот для начала скажем покорности богу именно в таком духе воспитывает илья народ и сопротивляется ахау царю об этом будем говорить следующей беседе на новых встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! и спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!